Константин Борисович, ряд стран западных разрешили использовать оружие для ударов по российской территории. Пока речь идет только о ствольной артиллерии и системе залпового огня, и только в местах потенциального прорыва украинской обороны. Все это подается под соусом, якобы это сделано ради защиты. Но опыт показывает, это попытка проверить нас на наличие красных флажков, и дальше будет все идти по нарастающей. Возможно ли, что страны Запада разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по территории России? И если подобное произойдет, какова будет наша реакция, как эта реакция будет выглядеть? И каковы шансы начала войны между Россией и Европой, а значит и НАТО? Мы видим, знаем, сейчас практически это ощущаем в тех боевых действиях, которые идут на линии соприкосновения, что наш противник потенциальный постоянно применяет новые-новые виды вооружения. Что-то заявляя, что-то не заявляя. Для чего они заявляют, во-первых? За чего они хотят переступить эту красную черту? Они хотят в этих заявлениях создать общественное мнение о том, что они правы, что им такое право может быть предоставлено, что не защищают Украину. И готовят практически самые серьезные возможные действия против нашей страны, пока на словах. Кое-где это уже началось в делах превращаться. Допустим, те же «Атамкамс» были уже обстреляны, обстрелян Крым. А такие ракеты, такого оперативно-стратегического, может быть, плана, в дальность их стрельбы пока не говорят о таких ракетах, которые досягаемость до 300 километров. А более системы РСЗО и артиллерия, она пока в пределах 50-100 километров. И вот это постепенное нагнетание обстановки, это их методика, это их система. Чтобы применят их, посмотрят, нет реакции, применят что-нибудь еще более серьезное вооружение, которое достигает уже не 300 километров, а 500 километров нашей территории. Так же, как они внедрялись в Западную Европу. Ведь начиная с тех год после Великой Отечественной войны вопрос стоял, что вообще не будет размещаться никакое вооружение в Западной Европе. Они постепенно принимали страны в Восточной Европе, в блок НАТО, Прибалтийские республики. Потом потихоньку проводили на их территории небольшие учения, потом уже боль, потом размещали небольшие подразделения, потом аэродромы. И так потихоньку спокойно внедрялись. И наши все протесты, которые мы проявляли, они не давали особого успеха. Нужны действия такие, как вот... Однажды даже наш президент Владимир Владимирович выразился, что в драке нужно бить первым. Но в этой ситуации, если не будут применять такое оружие, конечно, будет соответствующий с нашей стороны ответ. А что это такое? Громко об этом никто не говорит, но политологи рассуждают и часто слышатся, что это подготовка к Третьей мировой войне. Это очень и очень реально. Взять нашу сторону или сторону наших противников. Мы сейчас показали в этих боевых действиях, что мы очень быстро смогли восстановить систему нашего военно-промышленного комплекса. Наш военно-промышленный комплекс оказался очень быстро отмобилизован. Мы не потеряли за 90-е, 2000-е годы свои предприятия, заводы. Мы не потеряли специалистов. Мы сейчас наращиваем и свою военную экономику, наращиваем выпуск вооружения, техники, боеприпасов. Буквально на днях Владимир Владимирович сказал, что за первый квартал у нас выросло производство на 5 с лишним процентов. Такого темпа не было. Но мы должны понимать, мы, русские люди, российские люди, что вот этот рост экономики, он произошел за счет роста военной промышленности. То есть, по большому счету, давайте говорить прямо, мы готовимся к тому, что может произойти нападение на нашу страну. И по-другому у нас выхода никакого нет. Что говорят наши противники, руководители Германии, Франции, Британии? Они говорят, что мы должны, и Соединенных Штатов Америки тоже, что мы должны перестроить свою промышленность на военные рельсы. Они в открытую заявляют, что нам нужно для этого 2-3 года, для того, чтобы мы были на уровне России по выпуску вооружения, военной техники, боеприпасов. Вот так, если оценить по военно-политическую обстановку, то у нас есть вот этих 2-3 года, для того, чтобы еще больше нарастить свое вооружение и технику, и показать нашему вероятному противнику, он сейчас невероятный, а реальный противник, что мы все равно их победим. Ведь в военном искусстве есть такие приемы, их два всего, по идее, в военном искусстве, в таком стратегическом военном искусстве, как добиться победы. Первый прием – уничтожить противника, имея более сильную армию, вооружение, народ российский. А второй прием – создать такие вооруженные силы, создать такую военную промышленность, чтобы враг отказался от своих намерений, чтобы он не пошел, понимая, что он все равно не победит. И отказался, так и называется, записано в учебниках военного искусства, то, что противник в таком случае откажется от своих намерений. Такие случаи были в военной истории. Вот это сейчас и проводится с нашей стороны работа, чтобы не допустить этой войны большой, крупной, показать нашим противникам свою силу, свою мощь. И показать ее и на переднем крае, где идет прямое воздействие, противостояние. И показать свою мощь и возможности нашей экономики, чтобы они поняли, что это бесполезно воевать с Россией. А отвечая на ваш вопрос, что вероятность войны, большой, крупной войны, она на сегодняшний день присутствует. И мы должны быть к ней готовы. – Константин Борисович, это можно сравнить с Карибским кризисом, который был в середине прошлого века? – Ну, приблизительно. Приблизительно не по военному противостоянию, а по политическому противостоянию. Но нашлись, нашли способы и методы, как решить. Решили политики, не военные. – Карибском кризисе. – Константин Борисович, так называемая мирная конференция Швейцарии. 15-16 июня. Ну, вот, собственно, тут такая ситуация. Зеленский нелегитимен, Россию не пригласили, американцы не поедут, Китай тоже не поедет. Вот, собственно, что это за фарс, и кто с кем там будет договариваться? Ну, понятно, мы понимаем, что страны Прибалтики, так называемые, вот, они там будут, и они, как бы, в числе, как они считают, рулящих. Вот, собственно, и ситуация вот на земле у нас вот уже далеко не та, как в момент проваленных стамбульских переговоров. И вот эта вот сходка в Швейцарии, вот, что, собственно, она решит? Как, по-вашему, будут выглядеть настоящие переговоры по заключению мира, где и с кем они будут проходить? Естественно, не имеем в виду вот этот фарс, который разыгрывается 15-16 июня. Ну, мы, вы сами говорите, что это фарс, и это воспринимать нужно как фарс. Вот, но надо очень четко понять, что за люди соберутся вокруг Зеленского. Я бы их назвал, это марионетки Соединенных Штатов Америки. Руководители даже крупных европейских стран, это все, это марионетки Соединенных Штатов Америки. Они работают за деньги. Они работают за... И используют Украину именно в своих интересах, в интересах, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И чтобы они там не решали, они решение выдадут то, которое им скажет президент Соединенных Штатов Америки. Они будут, я уверен, решать какие-то финансовые вопросы. Но опять это марионеточное решение такое. Они опять будут говорить о деньгах. Что они за эту поддержку будут иметь? То есть, вот это такая будет сходка людей. Мы увидим. Мы увидим на весь мир, кто же наши реальные враги. Туда не поедут люди, которые поддерживают не то, что там нашу Россию, а те, которые поддерживают многополярный мир, которые не хотят рабства Запада и непосредственно Соединенных Штатов, которые оно было в Африке, в Азии. Некоторые, может быть, пошлют кого-то просто боязнь, может быть, страх за свое будущее лично, за свою даже жизнь. Мы же видим, как наш враг расправляется с теми людьми, которые не угодны. Я не говорю уже, что методы, значит, угроз, они присутствуют везде и кругом, если кто-то посмеет что-то не так сказать. Методы шантажа, они тоже применяются. Методы подкупа повсеместно применяются. Но уже, видать, не действуют такие методы. Люди, если их можно назвать людьми, в руководстве западных стран и США перешли уже к физическому устранению тех или других неугодных им руководителей и политиков. Это ничего удивительного нет. Они своего президента Кеннеди устранили, когда он им мешал в их действиях. Значит, так. Поэтому просто для всего мира откроются глаза, кто... Буквально мы будем знать перечень этих стран и этих людей, которые поддерживают вот эту войну. Вот какой вывод мы сделаем для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok